Паста, о которой я буду рассказывать, она, скорее всего, по большей части всем вам уже известна. Это паста с эффектом кракелюра. По большей части производители, которые занимаются материалами для декоративного творчества, товара для художников, они делают кракелюр двухфазным. Что такое двухфазные кракелюры? Кракелюр, когда вы вначале накладываете первую фазу, потом вы накладываете цвет, потом вы снова накладываете фазу. Именно таким образом происходит некое растрескивание. Есть также производители, которые делают однофазные. Зачастую как раз-таки это производители, которые занимаются материалами для художников. Это акриловые продукты. Значит, что под собой они подразумевают? Они подразумевают очень гладкую, монотонную, матовую поверхность. Наносить подобную пасту удобнее всего мастихином. Мастихин позволит вам очень равномерно распределять пасту по холсту, бумаге, пластику, стеклу, металлу. И таким образом у вас будет образовываться очень тонкий слой. Чем тоньше вы будете наносить пасту, тем эффектнее будет выглядеть ваша работа и тем быстрее будет все растрескиваться. Когда я уже говорила о том, что лучше всего пасту не сушить феном около батареи, то в данном случае я советую это делать. Эффект будет быстрее. Там нам нельзя было, чтобы все растрескивалось, а здесь нам как раз-таки нужно, чтобы все поскорее у нас растрескалось. Огромная просьба не наносить пасту на уже готовую акриловую работу, если у вас уже существует какой-то рисунок. Есть вероятность того, что паста не приклеится к акрилу и таким образом при высыхании он просто хлопьями будет отлетать вместе со акрилом, к которому он приклеился и таким образом будет видно холст. Вам это не нужно, поэтому не пересушивайте, не перебирайте с количеством. Я решила вам не демонстрировать этот продукт, потому что вы с ним знакомы, он достаточно известен. Пробуйте, приобретайте, смотрите. Вам понравится.